8 марта исполнилось 100 лет с начала февральской буржуазной революции в России. И пусть вас не смущает несовпадение. Все дело в том, что до 1918 года страна пользовалась юлианским календарем, а затем григорианским. По новому стилю эпоха перемен началась 8 марта, а закончилась 7 ноября установлением советской власти. Как откликнулась Чувашия на политические преобразования тех лет, помогут узнать архивные документы. 23 февраля 1917 года по старому, 8 марта по новому стилю, император Николай II уехал из Петрограда в Могилев. Тем временем митинги, посвященные Дню Работниц, перерастали в массовые стачки демонстрации. А дальше события стали нарастать, как снежный ком. Вооруженные стычки, раскол в армии, переход отдельных формирований на сторону восставших, отречение государя и, наконец, формирование временного правительства. Сведения, известия, они очень быстро распространились по территории всей страны, и Чувашия не стала исключением. Так активная часть городского населения Чувашии, в общем-то, восторженно восприняла весть о революции. Например, Чебоксарская городская дума дважды в начале марта провела заседание, где приветствовала революцию и новое временное правительство. Подобные мероприятия происходили также и в городе Ядрине, в Алатаре, в Цивильске. Однако известны случаи, когда эти известия были встречены довольно тревожно. Так, например, в Ядринском уезде рабочие торгового дома Таланцевых высказали такое соображение, что, возможно, опасна ситуация, когда в стране два правительства. И отправили соответствующее письмо в оба этих органа. В целом же новая власть устанавливалась на территории Чувашии постепенно и плавно, поскольку практически все прежние учреждения и общественные институты были сохранены, за исключением переименования полиции в милицию. В жизни людей тоже ничего особенно не изменилось. В данном документе сосредоточены листы, на которых представлены текст присяги, которую давали жители уезда временному правительству. Подписи представлены с оригинальным текстом. Присягу приносили люди, которые занимали какие-либо должности, то есть представляли официальную власть. Впрочем, говорить о том, что смена власти прошла гладко, не приходится. В Петрограде, Москве, других крупных городах начались перебои с продовольствием. По стране прокатилась волна хлебных бунтов, вызванных введением хлебной монополии. Что такое хлебная монополия? Это специальным постановлением было решено получать весь объем произведенного зерна крестьянами, за исключением той небольшой части, и установлены нормы, которая необходима была крестьянам для своего собственного проживания и для дальнейшего посева. Разумеется, такое положение дел не устраивало, когда большая часть произведенной продукции отдавалась государству. И лишь незначительно оставалась самим производящим, получается, крестьянам. Естественно, проходили на этот счет собрания, высказывались недовольства, были и даже серьезные столкновения. Чтобы утихомирить население, вызывались и военные из казанского гарнизона. Забегая вперед, можно сказать, что политические и социальные преобразования в России не ограничились мартом. Революционные настроения усиливались и достигли кульминации в конце октября 1917 года. А значит, мы еще не раз вернемся в наших выпусках к событиям столетней давности, так круто изменившим не только отечественную, но и мировую историю. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.